5 мая самолет, на борту которого находился глава КНР Си Цзиньпинь, приземлился во Франции. Так началось европейское турне китайского лидера. Он провел ряд встреч с французским правительством, как пишет Deutsche Welle, среди тем, которые должны были обсудить главы государств, война России против Украины, ситуация на Ближнем Востоке и экономическое сотрудничество. Президент Франции Манюэль Макрон пытается убедить китайского гостя воздействовать на РФ с целью прекращения войны. «Мы уважаем давние связи между Китаем и Россией, а также условия, которые десятилетиями прилагались для стабилизации этих отношений. Учитывая эту сложную историю, мы приветствуем обязательства китайских властей воздерживаться от продажи оружия или помощи Москве и строго контролировать экспорт товаров двойного назначения. Это то, о чём вы чётко сказали мне чуть более года назад и сейчас повторили. И я считаю, что продолжительность и качество наших обсуждений на эту тему оправдаются». Как пишет The New York Times, Си Цзиньпинь выступил против критики за тесные отношения Китая с Россией во время её войны против Украины. По его словам, Пекин не стоял у истоков этой войны и не участвовал в ней. Более того, председатель КНР приветствовал инициативу президента Макрона о глобальном олимпийском перемирии. Сегодняшний мир далёк от мира. Будучи постоянным членом Совета безопасности ООН и ответственной страной, Китай готов совместно с Францией использовать Олимпийские игры в Париже как возможность призвать к глобальному прекращению огня во время игр. Это хороший момент дипломатический для Китая и для Макрона, потому что это его личная инициатива показать свою определенную символическую значимость и выступить с точки зрения таких, собственно, примирителей, можно в каком-то смысле сказать. Но я очень скептично отношусь о возможностях реального остановки военных действий на этот период. Китайский лидер также встретился и с президентом Еврокомиссии Урсовой фон дер Ляйен. Они обсудили вопрос российской агрессии против Украины. По словам фон дер Ляйен, Пекин должен повлиять на Россию для урегулирования ситуации в Украине. Стратегически для Китая важны две вещи. Чтобы этот конфликт не расползался, чтобы он был локализован, чтобы Россия не была полностью проигравшей страной, и там не начались какие-то внутренние процессы, революции и тому подобное. Соответственно, до тех пор, пока Путин во власти, Китай это прекрасно все устраивает, поэтому Си Цзипинь будет поддерживать Путина так долго, как только возможно. Другое дело, что Пекин будет стараться не переходить каких-то символических красных линий. Также обсудили тему товарооборота ЕС и Китая. Субсидированные китайские товары, такие как электромобили и сталь, заполонили европейский рынок. В свою очередь, по словам фон дер Ляйен, КНР не гарантирует справедливый доступ к своим рынкам. После встречи президент Еврокомиссии заявила, что ЕС готов использовать все торговые инструменты для защиты своего рынка от субсидированных товаров Китая. Мир не может принять избыточное перепроизводство Китая. Поэтому я призвала китайское правительство решить проблему структурных избыточных мощностей. В то же время мы будем тесно координировать свои действия со странами большой семерки и странами с развивающейся экономикой, которые также все больше страдают от китайских рыночных перекосов. Экономическая сфера – одна из важнейших тем обсуждения Си Цзипина в Европе. Как пишет Financial Times, Пекин хочет нарушить единство как НАТО, так и ЕС. Держать страны НАТО подальше от Азии и не дать Соединенным Штатам связать своих союзников в Азии и Европе – ключевая цель китайской внешней политики. Поездка Си Цзиньпиня в Европу также имеет сильную экономическую составляющую. И в этих вопросах Франция является гораздо более сложным партнером. Макрон, возможно, не бросит вызов Китаю из-за Тайваня, но будущее французской автомобильной промышленности – это другое дело. Из публикации Financial Times. Впервые за пять лет глава КНР отправился в европейское турне. После визита во Францию Си Цзиньпин посетит Сервию, а затем Венгрию. Как сообщил глава МИД последней Петер Сиярта, Будапешт и Пекин могут подписать не менее 16 соглашений. Они будут сосредоточены на железнодорожных, автомобильных и энергетических проектах. Стороны также рассмотрят возможность сотрудничества в ядерной сфере. Никита Скобликов для телеканала Freedom.